Приветствую вас, друзья. 17 января текущего года Европарламент принял резолюцию по странам Центральной Азии. В ней выражена озабоченность массовыми нарушениями прав человека в регионе. В частности, выражается обеспокоенность по случаю применения властями жестких мер для прекращения массовых протестов и беспорядков в январе 2022 года в Казахстане, а также в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана и Каракалпахстана, Узбекистана. Европарламент призывает власти этих стран к проведению независимых и тщательных расследований, заявлений о пытках и других нарушений прав человека. Выразили также обеспокоенность в связи с нарушением «свободы слова» в наших странах. Посмотрите на эти видеокадры, снятые в Европе. Как мы видим, ни о каких правах человека в Европе говорить не приходится. Но хитрость заключается в следующем. То, что они в наших странах называют массовым нарушением прав человека, в самой Европе и в США называется защитой демократии. Поэтому будьте внимательны и не перепутайте. А насчет свободы слова я хочу еще раз напомнить судьбу журналиста Жулиана Асанжа, который опубликовал на весь мир материалы о военных преступлениях солдат США в Афганистане и теперь отбывает несколько пожизненных сроков в США. Хочу напомнить, что российские СМИ изгнали из США и Европы, не пустили на конференцию о свободе слова, которая проходила в 2018 году в Лондоне. Хочу также напомнить о судьбе американского журналиста, чилийского происхождения, Гонсала Лира, который освещал события на Украине и умер недавно в украинской тюрьме. Это тот редкий случай, когда США не стали защищать своего гражданина. Таких случаев море и они все в открытом доступе в интернете. В противовес сказанному, как известно, ночью 2 февраля в Кыргызстане произошла серьезная авария на столичной ТЭЦ. В тот же день глава кабинета министров Российской Федерации заявил о готовности оказать помощь в ликвидации последствий этой аварии. Два дня назад для обсуждения вопросов о реконструкции, восстановлении или полного обновления ТЭЦ в Бишкек прибыли российские специалисты. Итак, что мы имеем? С одной стороны, Европарламент озабочен нарушением в нашем регионе того, что сами нарушают без особых угрызений совести. А с другой стороны, реальную практическую помощь от Российской Федерации. Размышляя на сложившейся ситуации, я прихожу к выводу. Правы были наши мудрые предки, которые придумали пословицу «старый друг лучше новых двух». А США с Европой нам, друзьями, никогда точно не были. А впрочем, правда у каждого своя. Вот только истина на всех одна. Давайте искать ее вместе. Кто согласен со мной, поделитесь этим видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был я, Нур Исмаил. Субтитры создавал DimaTorzok